Думают, что это кисть, прежде всего, да, в жиробесе? На самом деле есть рябка, есть палец, есть мастихин. И в отличие от кисти, где будет разница между нами и опытным художником, колоссальная. Ну, потому что тот учился кистью. Кисть — это как карандаш, то есть феномен. Кисть — это феномен карандаша. И если мы решаем задачу карандашом или кистью, то, как правило, дистанция между опытным, который делал это уже 8-12 лет, и нами будет невероятная. Если мы берем другие материалы, он в них не натренировался. Другие материалы, такие как тряпка, мастихин и палец — рука. Пальцы, кисть руки. Здесь мы способны на жест, так же, как и опытный художник. Просто способны на жест. А современная живопись, она вообще, в принципе, взыскивает с художника не умение рисовать, вы знаете, вы видите, а умение сделать поступок на холсте или еще каким-то образом. Проявить вкус, проявить жест, эмоцию какую-то выразить. И это дает нам шансы моментально проскочить вот эту академическую массу знаний, которые желательно иметь. Поэтому я к тому, что можно использовать другие технические приемы на первом этапе. Ну, кисть будет долгое время не слушаться сейчас. Кисть руки и кисть в руке. А другие инструменты, они как раз дают возможность технически интересно решать, то есть, можно так сказать, эмоционально решать, то есть то, что сейчас модно в живописи, и быстро-быстро достичь результатов, просто понимая, что свет, тень, то есть вот эти вот вещи для себя определяют. Ну, и сама даже технология. Сейчас я все это буду показывать, поэтому это не будет так голословно, потому что пока это только воздействие. Поэтому я призываю вот новичка, я так понимаю, что передо мной новички, призываю новичка встать на путь хитрости. То есть обыграть свою неопытность, прийти сначала к результату, сначала уметь, а потом подбирать знания. Сначала уметь создать целую картину, умение, технологическое знание и умение написать, подать картину, подать. И для этого, вот в данном случае, конечно, мои уроки просто безупречны. Мы сначала, с самых первых уроков, мы делаем готовую вещь, мы часто, у нас много во время урока, мы видим, как другие картины делаются, и, конечно, можно шпиговаться знаниями в процессе. Конечно, я проговариваю какие-то основополагающие вещи. Ну, скажем, вот я вижу у вас некоторые в тетрадке, скажем, в тетрадку можно записать, ну, буквально на страницу всех серьезных знаний о живописи. То есть, знания в живописи, их нет. Ну, на страничку. Как декреты этих самых большевиков. Не то, что льют воду, а льют страшную воду. Я когда просматриваю иногда вот эти учебные пособия, ну, я понимаю, что просто становится страшно. И это ни к чему совершенно. Вся теория живописи в основном сводится к практике живописи. Как подойти, как решить. А теории там на страничку. Понятно, что свет кинет. Ну, опять же, ну и что, что свет кинет. Ну, вот, например, в тетрадку можно было бы написать, прямо чтобы зарубить себе на носу, сделать такую серьезную пометку. Теневые не любят много краски, а световые любят краску. Это очень важное знание, которое все время выпадает из виду. Если вы придете в музей и начнете просматривать, насколько это так, вы так и увидите, что теневые прозрачные акварельные, а световые густые. Вот это вот очень важное знание. Оно должно быть красным, выделено в любом учебнике. Но оно не выделено. Его даже вообще нет. Идет вопрос о свете и тени. Ну, конечно, важно. Ну, мы же в принципе. Это же свет и тень, штука-то очевидная. То есть не надо уговаривать человека, что это тень, а это свет. А вот настоять, чтобы он на световую положил гуще краску, а на тени гуще сохранил акварельность, так сказать, малость фактуры. Вот это важно. Ну и так, в процессе, пока мы сейчас будем калякать, вы тоже увидите какие-то моменты, которые, может быть, стоит записать. Так, и начнем мы. Сейчас я выдаду краски. Значит, у нас еще какая проблема? Постоянно. Как смешивать краски? Ну, прям, действительно, ну, как смешивать краски? Я вам скажу, чтобы вы, я вам скажу, 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...